Привет! Вы часто спрашивали меня, как поменять цвет интерфейса в фотошопе с такого на такой, ну или на какой-нибудь другой. Так как в русской локализации нет такого гайда, сегодня я расскажу вам, как сделать интерфейс фотошопа абсолютно любого цвета. Так что не будем тянуть, поехали! Как вы видите, сейчас у меня установлена абсолютно стандартная темная тема фотошопа. И сейчас мы попробуем поменять цвета каких-нибудь элементов. Для этого нужно перейти вот в эту папку. Чтобы ее найти, нужно зайти в ту папку, в которой установлен фотошоп. Для этого можно нажать на значок фотошопа правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Показать расположение файла». Далее нам нужна папка «Required», она находится наверху. А в ней нам нужен файл «UE Colors». Это вот такой текстовый документ. Первым делом я его скопирую на рабочий стол, чтобы как-то легко редактировать и не бояться, что я что-то испорчу. В этом файле находятся названия различных элементов интерфейса фотошопа, а также код, который отвечает за их цвет. Для примера я попробую поменять цвет выделения слоя. Итак, для начала нужно выбрать цвет. Я, например, хочу сделать его каким-то фиолетовым. Как вы видите, в этой области написан цвет в формате RGB. И нам как раз нужны именно вот эти значения R, G и B. Теперь найдем в нашем текстовом файле элемент, который как раз отвечает за цвет вот этого выделения. Пока я ищу, на экране я покажу несколько названий основных элементов, которые я бы поменяла и которые можете с легкостью поменять вы. В принципе, можно менять абсолютно любой элемент, но для какой-то красоты, в принципе, этих уже достаточно. Так что можете ставить на паузу, скринить, запоминать и потом использовать уже в своих экспериментах. Итак, я нашла вот этот пункт. И сейчас мы поменяем его цвет. Вот в эту строчку нужно вписать просто новые вариации RGB цвета. В данном случае это 93, 54 и 171. Сохраняем этот файл. Обязательно закрываем Photoshop, потому что без перезагрузки новые цвета работать не начнут. И теперь закидываем наш новый файл, в который мы внесли изменения, в папку, где находится старый файл со стандартными значениями. Заменяем файл. Теперь нужно просто открыть Photoshop. И как вы видите, у меня получилось поменять вот этот цвет. Теперь слои будут подсвечиваться фиолетовым цветом, когда я на них нажимаю. Классно же! Так вы можете менять абсолютно любой цвет в Photoshop. И самое главное сохранять это. Это никак не влияет на производительность Photoshop. И чтобы вы не мучились, в описании я оставлю ссылку на архив, где уже есть несколько готовых пресетов цветов. Вы можете их просто переименовать и закинуть в нужную папку. Сейчас я покажу, как это работает. Вот у меня уже есть файл с фиолетовым цветом, который мне нравится. Мне нужно его просто переименовать. Ну, то есть убрать вот это слово фиолетовый. И теперь я просто так же закидываю его в ту же самую папку, где находится UV Colors Photoshop. Открываем Photoshop. Ну и как вы видите, некоторые элементы поменяли свой цвет. И это очень классно, потому что я могу настроить абсолютно любую цветовую гамму для рабочего пространства. И могу хоть каждый раз менять под настроение этот цвет. Не то чтобы это какая-то полезная фишка, но приятно для настроения. Так что пользуйтесь готовыми пресетами, которые я скинула. Или настраивайте все абсолютно сами. Тут уже зависит от вашей фантазии. Вот такой гайд получился. И теперь вы можете настроить интерфейс Photoshop абсолютно в любой цвет. Большое спасибо каналу, на котором я нашла эту информацию. Большое спасибо Владу, который помог мне разобраться с этой информацией. Все ссылочки будут в описании. Также в описании будет архив, в котором будут уже готовые пресеты цветов. Которые вы можете просто закинуть в свой Photoshop. И уже сразу пользоваться, ничего не настраивая. Пишите в комментарии, какой ваш цвет любимый. Просто оставляйте комментарии, лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Потому что у меня куча классного контента. И наконец-то на следующей неделе выйдут переделки. В общем, большое спасибо вам за просмотр. Удачи вам в творчестве. И до встречи в следующем видео. Пока!